В этом видео я расскажу о радиаторах. Я расскажу какой выбрать радиатор и какая разница между алюминиевым, биметаллическим, трубчатым, секционным. Какие типы отопительных приборов бывают. Чем отличаются радиатор, батарея и конвектор. Как это правильно вообще называть. Почему от отопительного прибора могут шевелиться занавески. Или можно ли радиатор разместить на потолке. Разберёмся конвекторы сушат воздух или всё таки не сушат. Поговорим о том как рассчитать количество радиаторов в ваш дом. Эту сложную тему я сейчас расскажу простым языком. Вам будут понятны физические явления на которых держится всё наше с вами отопление. И вы будете абсолютно уверены какой выбрать радиатор. Белый или всё таки белый. Вроде одинаковый, но они разные. Возьмите чашечку ароматного чайку. Устройтесь поудобнее. И давайте я расскажу что есть что. В современном мире полно устройств которые могут нагревать наше помещение. Но сейчас я буду говорить о том где теплоносителем является вода или антифриз. И это конечно же радиаторы. Немножечко разберёмся и с терминами. Что такое радиатор, батарея, регистр или отопительный прибор. Как собственно правильно. Скажи коротко. Если вы стоите перед штуковиной которая издаёт тепло и она предназначена для того чтобы издавать тепло. Значит смело говорите что это отопительный прибор и вы точно не ошибётесь. Батарея это просто несколько однотипных элементов собраны воедино для реализации какой-то одной цели. Насколько мне известно это пошло из артиллерии. Когда ставилось несколько пушек в ряд в сторону противника и звучала команда. Батарея огонь! Батарея выполняла команду. Так вот после это распространилось на всё в гражданскую жизнь. На всё остальное однотипно. Например батарея. Аккумуляторная батарея в автомобиле. Это в одном корпусе 7 банок в которых есть электролит и какие-то металлические элементы. Или батарейка крона. Там тоже в одном корпусе несколько элементов собраны воедино. Это тоже батарея. И в нашем случае тоже это секционная часть. Секция батареи это секция. Это просто секция. Раз, два, три, четыре. Секция уже получилась батарея. Отопительный прибор. Ну и здесь есть кое-что. Есть радиаторы которые не могут быть добавлены или убавлены количеством секций. Вот в этом случае данные отопительные приборы уже не могут называться батареей. Вот как-то так. Значит смотрите. В автомобиле радиатор нужен для охлаждения двигателя. В компьютере радиатор там где стоит на процессоре где кулер мотает. Он нужен для охлаждения процессора. И радиатор который установлен в наших с вами домиках. Это тоже радиатор. И задача всех этих радиаторов рассеивать тепло. Только в автомобиле и в компьютерах там или в электронике это дело для того чтобы охлаждать систему. А в домиках наших для того чтобы нагревать домик. Так как эти устройства передают тепло, то давайте-ка разберемся что такое тепло. Тепло это электромагнитные волны в инфракрасном спектре. Которые в длине нашей волны, то есть нашей в смысле не моей, а вот ту которую длину волны мы обсуждаем. Она воспринимается нашим телом как тепловое излучение. То есть кожа это чувствует как тепловое излучение. Для электромагнитного излучения в инфракрасном спектре нет такого понятия как расстояние. Вот например Солнце, которое там уже за горизонт где-то падает. Когда оно в зените и когда лето мы чувствуем тепло. А как мы чувствуем тепло если Солнце говорят в космосе. И там вакуум и холодно. То есть электромагнитное излучение оно проходит. Ему все равно что там какое там расстояние. Так вот благодаря этим свойствам электромагнитного излучения, то есть тепловое электромагнитное излучение радиаторы можно размещать даже на потолке. Слышали ведь что есть такой вид отопления как теплый потолок. Как раз таки из-за того что электромагнитным волнам им все равно куда расходиться можно радиаторы не конвекционные разместить на потолке и у вас в домике будет тепло. Но тепло традиционных радиаторов передается не только методом излучения, но еще и конвекцией. Давайте разберемся что такое конвекция. В нашем случае это будет естественная конвекция. Но и за счет естественной конвекции происходит естественная циркуляция. Воздух циркулирует. На этом основана гравитационная система отопления. Гравитация это такое земное притяжение. Просто если взять воду сейчас и отпустить она упадет на землю и растечется. А если эту воду налить в сосуд, например в систему отопления и поджечь костерок и эти трубки сделать все под уклодом и сделать бачок расшителен сверху. Знаете что получается? Получается как раз таки гравитационная система отопления. Вода тут греется, расширяется, нагревается, поднимается вверх. А это за счет земного притяжения более холодное тонет и нагревается опять на этом костерочке. И вот это дело вот так вот все циркулирует. Давайте посмотрим как это происходит на примере воды. Я скипятил чайник и пока готовился температура воды снизилась приблизительно до 90 градусов. Воду выливаю в банку. На улице примерно плюс 10. Пока я ничего не делаю давайте понаблюдаем за банкой в воде. Видно что вода в банке перемешивается. Это и есть конвекция. Сверху банки вода охлаждается от уличной температуры, которая ниже. С краев у стенок банки то же самое. Можно увидеть как вода опускается вниз. Перемешиваясь. Для полноты картины я отдельную воду окрасил чернилами от принтера и охладил ее в морозильнике. Далее взял шприц с большой иглой. Обмотал иглу малярной и изоляционной лентой, чтобы вода проходящая через металлическую иглу не нагрелась. Со школьных уроков физики мы знаем, что чем ниже температура, тем больше плотность вещества. В нашем случае вода. Больше плотность молекул, вода тяжелее. Это хорошо видно, когда я содержимое шприца разгрузил на дно банки. Сейчас я ничего не делаю и более плотная и тяжелая холодная вода находится на дне банки и вовсе не собирается подниматься вверх. Если так оставить надолго, то произойдет диффузия и в момент выравнивания температуры цвет воды станет равномерным. Теперь я беру зажигалку и грею дно банки. Смотрите, что происходит. Когда нижний слой воды становится горячее общей массы воды в банке, тогда более горячая вода, из-за того, что у нее падает плотность и она становится легче, устремляется вверх. Когда я выключил зажигалку, реакция замедлилась. Холодная вода на дне банки так и лежала. Чтобы ускорить процесс, я взял газовую горелку. Реакция значительно ускорилась. Холодная крашеная вода и чистая не крашеная уже почти перемешались и уже без краски видны потоки нагретой воды в банке. С воздухом происходит ровно то же самое. Происходит это потому, что в воде есть молекулы, как и в воздухе есть молекулы. Воздух это молекулы веществ, которыми мы дышим. Это кислород, водород, азот. Что там у нас еще? В воздухе. Я слабо знаю химию, но еще ароматы цветов, улицы, травы. Кто-то на мотоцикле едет. Это все витает тут и когда холодно, когда маленькая температура низкая, эти молекулки друг от дружку держатся. Иди сюда, давай я тебя обниму. Они жмутся друг к другу и шевелятся, шевелятся, шевелятся. А когда это дело нагревается все, они такие изыди от меня, дай мне воздуха подышать. И они отталкиваются друг от друга и получается между ними такое большое пространство. И в общей массе воздух или вода вещество становится легче, плотность меняется. То есть конкретно с воздухом или с водой. Не будем сейчас в другие вещества залазить. Плотность меняется, это становится легче, это поднимается вверх и в этой массе то, что еще холодное, опускается вниз. Вот такая конвекция. Вот это бесконечные обмены происходят. Получается чем ниже температура, тем больше плотность, тем плотнее молекулки друг к другу находятся, вот тем больше воздуха, чем холоднее вот сюда поместится. Или воды. А чем горячее, тем оно расширяется и получается вот тот же объем уже будет вот таким или вот таким. Я не знаю точно каким, не умею молекулы считать и я их не вижу. Кстати именно поэтому говорят, что чем ниже температура воздуха, тем лучше мы высыпаемся. Просто потому что в каждой вдыхаемой порции воздуха больше кислорода. Так вот, конвекция это естественный обмен воздухом. Легкое вверх, тяжелое падает вниз. Конвекция и излучение это два параметра, на которых держится все наше с вами отопление. В том числе вот эти ветра, шторма, которые в Питере фигачат бесконечно. Это тоже конвекция только в планетарных масштабах. Блин, капец. Сколько раз я хотел волну сфоткать в Питере. Ни разу не получалось. Ну что мелкий. Финский залив мелкий и волны мелкие. Но у нас есть еще кое-что. Это влажность воздуха. Излучение, конвекция, все хорошо. А как же быть с влажностью? Поэтому давайте немножечко разберемся, что такое влажность и где это лежит или с чем это едят. В соответствии с санитарными нормами считается, что оптимальная влажность это 40-50%. Если влажность ниже 30% это считается сухой воздух. Если влажность выше 60% то считается мокрой. А где-то между 50 и 60 это влажный воздух. Так вот есть мнение, что конвекторы сушат воздух. И чем быстрее нагревается воздух в помещении, тем быстрее он сохнет. Вы когда-нибудь слышали об этом? Так вот по ощущениям вроде бы как и да, конвектор сушит воздух. Но если с физической точки зрения, то конвекторы воздух не сушат. А давайте разберемся, что происходит на самом деле. Дело в том, что в воздухе, которым мы с вами дышим всегда есть влага. Это вот как про кислород, про который я все время говорю, когда мы говорим про систему отопления, кислородопроницаемость труб, все дела. Так вот в воде всегда есть определенное количество кислорода. Хотим мы этого или нет. Это неразрывные части. В воздухе есть вода, в воде есть кислород. И вот вспоминаем пример про конвекцию. Чем выше температура, тем меньше плотность. Молекулы расширяются, то есть вещество расширяется. И чем больше расстояние между молекулами, тем больше воды туда может поместиться. Есть такое понятие как абсолютная влажность и относительная влажность. При определенной температуре в воздух может поместиться конкретное количество влаги. Если влаги будет почему-то больше, то она будет выпадать в виде конденсата. Это когда мы с утречка выходим. А на листиках у нас что? Конденсат. Росой мы это называем. Или вечерком туманчик стелется. Вот там все выпадает этот самый конденсат. В воздухе он витает. Или дождик с неба может пойти. Это все в планетарных масштабах. Давайте просто усвоим как факт, что при определенной температуре в воздух в этот объем может поместиться только конкретное количество влаги. И больше не может поместиться. Там есть какая-то влага. И чем ниже температура, тем меньше влаги там может поместиться. И предположим, что у нас на улице минус 30. Ну зима, все дела. Так вот при такой температуре в воздухе есть всего 0,33 грамма влаги. А если мы хотим, чтобы у нас в домике было плюс 30. Ну вот мы тропические люди. Хотим, чтобы было тепло в доме. Плюс 30 мы решили сделать. Знаете, сколько воды там помещается? Там помещается уже 30 грамм воды в одном кубе метра. Разница в 100 раз. В 100 раз, ребята. Получается, что открывая зимой в минус 30 окошко для того, чтобы проветрить свое помещение, мы получаем изначально сухой воздух. И все, что мы можем сделать, мы можем его только нагреть. Он нагрелся. Влажнее он от этого стать не может. Для того, чтобы насытить воздух влагой, чтобы было комфортно дышать и находиться в таком воздухе, посушите белье на батареях или на конвекторах. Высушите это. В воздух испарится вода и там уже воздух будет влажным. Давайте просто усвоим, что чем выше температура воздуха, тем больше влаги в нем может поместиться. А чем ниже температура воздуха, тем меньше влаги в нем может поместиться. И с этим мы ничего не можем поделать. Это такова природа. Вот так вот на нашей планете происходит. Ярким тому примером может быть парная в бане. Там температура ого-го, например, 90 градусов. Сколько там влаги? Там влаги нормально. Особенно на камешке, когда кидаешь. Вы даже когда первый заходите в парилку наверняка вы встречались, что заходишь, дышишь и воздух сухой. Потому что там еще водички на камешке никто не кинул. А холодный, предположим это зима, холодный воздух нагрели. Все, влаги там взяться нет, куда банька сухая. Недельку стояла. А тут затопили. На камни набросали и все. Класс. Короче в баню сходите. Поэтому, ребята, конвектор воздух не сушит. Он просто прогоняет через себя заведомо уже сухой воздух. А сухим мы его ощущаем, потому что нагревается именно воздух и нагревается конвекцией, а не нагревается все остальное излучением. И мы не чувствуем этого тепла. Мы дышим просто сухим теплым воздухом. Смотрите, теперь вы знаете, что такое тепловое излучение в виндфракастном спектре. Вы знаете, что такое, блин, у меня только две руки. Что такое конвекция и что такое влажность. Как, используя все вот эти три параметра, мы можем правильно подобрать радиатор для себя или для вашего клиента. Очень просто. Давайте начнем с трубчатых радиаторов. Преимущество трубчатых радиаторов заключается в том, что они отдают тепло исключительно... Блин, неправильно сказал исключительно. Преимущественно излучением. Они долго нагреваются и долго отдают тепло. Это получается такая уверенная инертная система. Можно конечно сказать, что ты мажор сразу трубчатый по 20 тысяч, по 50 тысяч предлагаешь. Нет, ребята. Это могут быть чугунные радиаторы. Стандартные обычные, которые стоят много где. Или вот такие вот красивенькие на ножках. Тоже чугунные радиаторы. Но почему я сказал про трубчатые? Потому что у трубчатых гораздо больше разных различных конфигураций этих радиаторов. То есть если чугунные мы просто имеем стандартные, мы можем менять только длину их. То есть количество секций. Я там баяна видел. Капец, ребята. Это всё, что мы можем делать с чугунными радиаторами. А если мы берём трубчатые, то там бывает что угодно. Во-первых, мы можем взять любой цвет. Там палитра 700 цветов или я не буду врать, но что-то как-то дофига цветов всяких разных. Мы можем взять любое количество секций. Мы можем взять любую толщину. То есть это может быть 2 трубчатые, 3 трубчатые, 4 трубчатые, 6 трубчатые. Правда называют их 6 колоннчатые или 2 колоннчатые. То есть колонны вот эти вот штуки. А их трубками называют. Поэтому странно. Если их называют колоннами, почему радиаторы называются не колоннчатыми, а трубчатыми? Здесь какая-то несогласованность. Кроме этого трубчатые радиаторы могут быть и высокими до потолка и низкими под подоконник. Вот такие вот. То есть 20 сантиметров примерно. Но это ещё не всё. Такие радиаторы могут быть вмонтированы под лавочку. Вот вы подходите и у вас скамейка в доме или квартире. А это радиатор. Трубчатые вот так умеют. Есть даже такие закругленные варианты. Я вот так покажу. Если у нас окно закругленное. Это надо показать вот так. Это если в разрезе помещения окно и вот такое закругленное может быть. Ну это вот для дизайнерских квартир или для каких-то сложных домов, в которых панорамные окна. Преимущество этих радиаторов заключается не только в том, что они инертные, но ещё и то, что за этими радиаторами легко следить и наладить порядок. Когда у вас накапливается пыль на радиаторах и между трубками, между этими колоннами, это легко почистить. Потому что есть пространство. Там просунуть ёршик, тряпочку. Там как-то можно это дело убрать. Что не скажешь про конвектор. Стандартные трубчатые радиаторы могут работать при давлении 10 и 12 бар. Но есть специальные версии, которые изготавливаются под заказ под рабочее давление в 18 бар. При выборе радиаторов, пожалуйста, обратите на это внимание. Высота радиаторов бывает от 190 мм до 3000 мм. Это вертикальные радиаторы, которые стоят практически от потолка до пола. Высота 3 мм радиатора. Это как раз о том, что такой радиатор отдаёт тепло в большей степени излучением. Эти радиаторы бывают с боковым подключением и с нижним подключением. Эти отопительные приборы просто идеальны для систем, где медленно проходит теплоноситель. Например, для гравитационных систем отопления. Я почему задумался. Потому что для таких радиаторов важно, чтобы не было кислорода в системе. То есть система должна быть замкнутая. А гравитационная система не замкнутая. Но у трубчатых радиаторов есть специальная версия. Внутри эти трубки, колонны, они покрыты каким-то составом. Полимером или чем-то. Точно технологию изготовления я не знаю. Врать не буду. Поэтому если у вас большое содержание кислорода в системе, то должны быть радиаторы тоже специальные. То есть что попало не поставишь. Вот эти практически бесчисленные конфигурации трубчатых радиаторов в большинстве случаев делаются на заказ. Изогнутый, определенный цвет, размер под лавку, например. Или если вы решили сделать радиаторы длиной 4 м, то они дооснащаются удлинителями потока. Знаете что такое удлинитель потока? В комментариях можно написать. Или протока. Какая разница? Преимущество радиаторов такого типа заключается в том, что большую часть тепла они отдают излучением. Конвекции конечно тоже отдают какую-то часть, но больше излучением. Поэтому в вашем домике или в квартире в студеную зимнюю пору, если вы решили разместиться рядом с таким радиатором, то есть поставить кресло качалку, чтобы покачаться, почитать какую-то книжку и проветрить помещение, открыли окно и вроде бы прохладный воздух, но вы чувствуете тепло от радиатора. Вам тепло и комфортно, потому что он отдаёт тепло излучением. А всё, что нагрета конвекция, оно в окно уходит, а холодный заходит. Уходит, заходит, уходит, заходит, но вы чувствуете тепло от него, потому что там электромагнитное излучение в инфракрасном спектре. Помните, да? Кроме этого, выбирая радиаторы такого типа, это трубчатые, чугунные или регистры, вы получаете инертную систему, а инертная система может быть полезна в том случае, если вы, например, днём печечку топите, а ночью печечку не топите. Дровишек-то ночью некому подкидывать, потому что все спят. Так вот вечерком дровишечек подкинули, батарейки все эти нагрелись, а воды там много и пока вы спите ещё пол ночи, эти батарейки-то всё тепло будут отдавать и отдавать. Будут греться дольше, потому что если вы тоже самое сделаете с конвекторами, как только дровишечки прогорели, так конвекторы сразу же и остыли. На самом деле, ребята, ситуация такая. Если дом такой, что постоянно там люди проживают или вы там проживаете постоянно, то, ребята, нас же ещё и девчата смотрят. Ребята и девчата. Ситуация такая, что если вы в доме живёте постоянно, то особой разницы нет, чем вы будете нагревать свой дом или квартиру. Радиатором, конвектором. Всё равно будет нагрет общий воздух. Смотрите, если вы нагреваете конвектором, конвекции нагревается воздух. А нагретый воздух нагревает уже потолок, стены, мебель, пол. Всё нагревает от воздуха постепенно. И уже потом эти все части будут излучать тепло в инфракрасном электромагнитном спектре. Потому что тепло излучает всё. Я тепло излучаю. Несмотря на то, что мне холодно и я почти холодный, я всё равно излучаю тепло в каком-нибудь сферическом вакууме, если относительно температуры, ну как сказать, если относительно 0 в общем. Абсолютно 0 есть такое понятие. Там минус 273 вроде бы Кельвина или что-то такое. Я точно цифру не помню. Но если же у вас помещение или дом сделан так, что вы постоянно проветриваете это помещение зачем-то. У вас нет вентиляции, например, или вентиляция без рекуператора. Просто окошко открыли, обмен воздухом произошёл, закрыли. То в таком случае лучше конечно же использовать радиаторы, которые тепло отдают преимущественно излучением. Это трубчатые, чугунные и эти. Регистры. Но регистры некрасивые блин. Но зато регистры это тепло и главное дёшево. А что сейчас же вроде бы в моде этот стиль лофт. Взяли трубок, наварили, сделали себе регистр, покрасили в чё-нибудь и всё. И тепло и дёшево. С такими радиаторами, ну не обязательно регистры, а вообще с излучателями, вы не будете чувствовать лёгкого дуновения ветерка или ваши занавесочки шевелиться не будут. Потому что не только конвекцией греется ваше помещение. Регистр это ряд параллельных больших трубок сваренных между собой трубками поменьше. Они используются из-за своей дешевизны как правило в автосервисах, на складах, на лестничных клетках и в паркингах ещё такие видео. Знаете есть такие многоярусные паркинги. Кто-то знает и может поржёт, что я сейчас говорю, а вот кто-то может не знает, что машина заезжает на этажи. Как многоэтажка, только для машины. По сути регистры это те же самые трубчатые радиаторы, только в разы дешевле. Правда у них непрезентабельный внешний вид. И вот здесь я хотел бы рассказать дальше про чугунные радиаторы, но к сожалению улица говорит о том, что мне пора сюда сваливать. Что-то темнеет. Поэтому про чугунные в другом локации, ребята. Итак чугунные радиаторы. Чугунные радиаторы они также хороши как и трубчатые, но многие люди выбирают их именно из-за стоимости. Потому что стоимость чугунного радиатора значительно ниже чем трубчатого радиатора или колончатого. Но есть одна маленькая проблемка. Люди выбирают такой радиатор надеясь на то, что он дешёвый. Его можно установить, а дальше закрыть экраном. Монтируют, закрывают экраном и что происходит? Происходит какая-то фигня. Почему? Потому что эти радиаторы предназначены для того, чтобы отдавать тепло больше излучением инфракрасным. То есть излучать тепло вокруг. На все ваши тумбочки, на кровати, на стены, на всё. И только чуть-чуть конвекции. То, что проходит воздух возле радиатора. Когда вы закрываете это наглухо экраном, то этот радиатор начинает работать в режиме конвекции. А так как у него нету оперения для того, чтобы он эффективно работал методом конвекции, то и способность нагревать ваше помещение сильно падает. И чтобы закрепилось. Если вы решили поставить чугунный радиатор и закрыть его экраном, то экран должен быть хотя бы металлическим. Если вы закроете его фанеркой или другими способами отделки, не металлическими, то и эффективность нагрева будет соответствующая. Чугунные радиаторы могут эксплуатироваться при рабочем давлении 6 или 12 бар в зависимости от типа самого отопительного прибора. За счет того, что чугун, как сам материал, меньше подвержен коррозии, такие радиаторы можно использовать в открытых системах отопления. То есть в тех самых гравитационных системах, о которых я говорил чуть раньше. Одна секция чугунного радиатора с межостровым расстоянием 50 см вмещает в себя 1,5 литра воды. Но и одна секция такого радиатора весит аж 7 кг. Преимущество чугунного радиатора, как трубчатого или регистра заключается в том, что его не обязательно вешать максимально низко к полу. Его можно повесить на уровне глаз. Можно повесить на потолок даже. На потолок такое мероприятие. Штука очень тяжелая. Для того, чтобы размещать радиаторы на потолке есть специальные теплые потолки. Но об этом я в другой раз расскажу. Кстати об этом я расскажу совсем скоро или уже рассказал на своей страничке в инстаграме. Не думаю, что на эту тему будет отдельное видео в ближайшее время. В инстаграм переходите по ссылочке и можете посмотреть об этом. Для гравитационных систем отопления хорошо используют чугунные радиаторы. Потому что они меньше подвержены коррозии. А в открытых системах гравитационных естественно полно кислорода. Если вы решите использовать трубчатый радиатор, то есть специальное исполнение для открытых систем отопления. Внутри в радиаторе есть какое-то покрытие, которое предотвращает коррозию от кислорода, которое есть в теплоносителе. Алюминий конечно же тоже можно использовать в открытых системах отопления. Но об этом я расскажу дальше. И ещё можно использовать регистры в открытых системах отопления. Потому что регистры это сталь. Она ржавеет естественно. Нужно будет на систему поставить шламовый ловитель. Но за счёт того, что регистр сделан из толстостенной трубы, ржаветь это будет очень долго. В общем чугунные радиаторы это радиаторы тяжёлые, надёжные. Могут использоваться в открытых системах отопления. И они инертные. А инертность системы может сыграть нам на руку. Если ночью печь топить некому, то с такими радиаторами дольше будет тепло отдаваться в дом. Но и нагреваться тоже с утречка будет дольше. Теперь конвекторы. Работа конвекторов заключается в том, что они быстро отдают полученное тепло. Тепло, которое пришло в конвекторы с теплоносителем, оно тут же рассеивается. Прям быстро поднимается. Воздухом это всё снимается очень быстро. За счёт чего он так быстро отдаёт тепло? Давайте посмотрим, как устроен этот внутрипольный конвектор. Две медные трубки, по которым идёт теплоноситель и целая куча ребер. Знаете сколько их здесь? Здесь 126 алюминиевых гофрированных пластин. Гофрированные они как раз для того, чтобы соприкасались как можно с большим количеством воздуха. С минимальными размерами изделия. То есть максимальная эффективность отопительного прибора при минимальных размерах. Здесь всего одна медная труба изогнутая на 180 градусов. В которую помещается примерно литр воды. А в чугунный 5-секционный радиатор помещается 7,5 литров воды. Чувствуете разницу? Литр и 7,5 литра. Это всё об инертности системы. И чем выше температура теплоносителя в этом конвекторе, тем быстрее происходит воздухообмен. Потому что воздух быстро нагревается и лёгкий просто взлетает вверх. Вытесняя тем самым холодный тяжёлый воздух он опускается опять в конвектор. Если температура слишком высокая вы можете увидеть как шевелятся занавески если они у вас там есть. Конвекторы могут быть внутрипольные, напольные и с креплением к стене. Конвекторы естественно бывают разных размеров, с разным дизайном и естественно с разной теплоотдачей. Если мощности конвектора недостаточно или вам нужно установить конвектор в определённую нишу, где вы просто не можете установить в конвектор больше производительности, то в этом случае вам необходимо выбрать конвектор, у которых есть вентилятор. Который нагоняет воздух, помогает циркулировать воздуху. Это уже будет искусственная конвекция плюс естественная конвекция. Но при выборе такого конвектора вы должны сами посмотреть насколько шумно работает этот вентилятор. Дело в том, что каждый производитель старается сделать эти все вентиляторы как можно тише. Но вопрос тихо это или громко это вопрос индивидуальный. Поэтому прежде чем покупать сами придите, послушайте на разных оборотах, на разных скоростях и потом принимайте решение о покупке. Покупать такой конвектор или нет? Потому что читать отзывы в интернете что конвекторы шумные с вентиляторами это всё на любителя. То есть кому-то красный хорошо, кому-то синий, кому-то фиолетовый. А кому-то фиолетовый вообще. Достоинством этих отопительных приборов может быть как раз то, что они очень быстро могут нагреть помещение. Тепло они отдают преимущественно конвекции. То есть излучением они от тепла отдают не так много. Дело в том, что все конвекторы как правило имеют экран по контуру. Если это например напольный или настенный конвектор, то у него контур экранирован. И то тепло которое издаётся через этот экран оно минимальное. То есть максимальное тепло уходит как раз таки в пол и вверх. То есть методом излучения и как раз таки конвекции. Нагревается в первую очередь воздух. Вывод. Конвектор нагревает помещение воздухом. То есть он нагревает воздух. Воздух расширяется и происходит конвекция. Обмен. То есть в конвекторе происходит конвекция. Обмен воздухом постоянно. Если мы только что нагрели воздух и заходим в вновь нагретое помещение, то мы будем ощущать, что воздух сухой. Потому что мы с улицы запустили воздух. Например проветрили помещение. Зашёл холодный сухой воздух. Мы его только нагрели. А все объекты вокруг ещё холодные. Мы не будем чувствовать инфракрасного излучения. То есть тепла своей кожи. Мы будем чувствовать только тёплый воздух. И то тепло которое будет передаваться от воздуха нам на кожу. Вот это тепло мы будем ощущать. Поэтому выбирайте конвекторы в те помещения, где вам необходимо быстро прогревать воздух. Это может быть актуально для складов, автосервисов или для других мест, где заезжают с улицы машины или входят люди. Вы наверняка обратили внимание, когда заходите в магазин или куда-то заезжаете. Например, когда заходите в помещение из улицы зимой, то сверху или сбоку дует тепло. Это тепловая завеса. Есть водяные, есть электрические. Так вот тепловая завеса это тот же самый конвектор. Только там стоит высокопроизводительный вентилятор, который нагнетает туда воздух. И таким образом, когда мы открываем дверь или ворота, очень быстро из помещения какая-то часть тепла просто улетает. Чтобы это тепло восполнить обратно, ставят тепловую завесу. Ворота закрыли, то он опять надул, нагрел. Теплопотери восполнены. Ну и конвекторы будут незаменимыми отопительными приборами в случае, когда у нас имеется окно. От потолка до пола. И, например, ещё и выход в этом окне. То есть на террасу, например. Дверца там сделана. Мы не можем там поставить даже дизайнерский радиатор. Мы ставим туда внутрипольный конвектор. Всё. Мы поставили такую тепловую завесу, чтобы тепло поднимающееся наверх как бы ограждало от холода исходящего от окна. Но правда современные окна настолько хороши, если они не дешевые, что может и не потребоваться достаточно теплого пола для того, чтобы на окнах не было конденсата. Естественно, если окно такое установлено по уму. Внутрипольные конвекторы бывают длиной от 800 до 3000 мм. Ширина от 190 до 380 мм. Глубина от 75 до 200 мм. Вот здесь располагается вся арматура запорно-регулирующая. То есть термостат из-то он будет. Балансировочный клапан. Это вот звукоотводчик. Крепеж. Вот болты. С этой стороны, кстати, вот видны заглушки, которые снимаются. То есть их нужное количество выколупать, выдавить нужно было отсюда для того, чтобы завести трубы. Либо если будет боковое подключение, то здесь тоже самое. Вот они с этой стороны. В этой нише могут быть установлены бесшумные вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха. Для того, чтобы быстрее был теплообмен. Он будет засасывать воздух сверху, продувать через радиатор и через решетку это будет подниматься наверх. Вентилятор устанавливается на вибропоглощающих ножках. Прежде чем закручивать, нужно удерживать, чтобы не было крутящего момента нагрузки на эти изделия. Потому что все спалино. Это медь. Это можно легко свернуть. Поэтому нужно удерживать ключом и закручивать. Затягивать. Резиновая прокладка по контуру корпуса конвектора защищает от шума во время трения при расширении во время нагрева. Вот пример. Декоративные решетки имеют шаг между ламелями 10 мм. И цвет решетки тоже можно выбрать. Максимально рабочее давление конвектора 16 бар. Максимальная температура теплоносителя до 130 градусов. Конвекторы с естественной и принудительной циркуляцией могут быть подключены к системе управления умный дом. Ну и еще один тип радиаторов это конвективно-радиационные. Эти радиаторы способны отдавать тепло одновременно и излучением и конвекцией. Это алюминиевые, биметаллические и панельные радиаторы. Давайте начнем с алюминиевых радиаторов. Технология изготовления алюминиевых радиаторов уже давно шагнула вперед. И современные алюминиевые радиаторы способны работать при давлении и 16 и даже 20 бар. Алюминий как материал он легкий и обладает высокой теплоотдачей. Вот если вы вспомните начало ролика, где я говорил, что у нас есть радиатор для автомобиля, радиатор для электроники, радиатор отопления тоже алюминиевый. Они все сделаны из алюминия. Почему? Потому что алюминий очень хорошо передает тепло. Забрал и быстренько отдал. Такие радиаторы можно использовать в гравитационных системах отопления. Использовать их можно не только потому, что они имеют большое проходное сечение. То есть между секциями, сравненно с чугуном, конечно, так себе идея, но они гораздо больше сечения имеют, чем, например, биметаллические радиаторы. Но в таких системах можно использовать не только из-за этого, но еще и за счет того, что алюминий как материал очень быстро покрывается оксидной пленкой, которая непроницаема для кислорода. И как бы алюминий сам себя защищает от кислорода. Если в теплоносителе не будет мусора, то и с радиатором ничего не произойдет. Такой радиатор отдает тепло и конвекции, и излучения. Вот смотрите. У него есть центральный канал, по которому проходит теплоноситель. И этот центральный канал имеет сразу же оребрение. Оребрение нужно для того, чтобы отдавать быстренько тепло в окружающие пространства. Ну так сказать. И вот это ребро, которое лицевая сторона, оно огромное большое. Конечно же там тоже теплосъем происходит очень быстро конвекцией, но и одновременно излучением. То есть мы получаем и излучение и конвекцию в одном отопительном приборе. Но у этого радиатора среди всех преимуществ есть и недостаток. Он требователен, хотя как и другие отопительные приборы, вообще любой отопительный прибор требователен к теплоносителю. Вот у алюминия очень хорошо нужно следить за кислотно-щелочным балансом воды. Если среда будет слишком щелочная или слишком кислотная, то оксидная пленка алюминия будет разрушаться. Будет разрушаться и образовываться новое. Разрушаться и новое. В конечном итоге радиатор прокорродирует насквозь. При эксплуатации системы с такими радиаторами теплоноситель должен быть чистым. В этом теплоносителе не должно быть абразивных частиц. Чтобы их избежать, чтобы их не было, лучше в систему установить шлама уловители. Я рассказывал об этом ранее. Ссылочка будет в описании к этому видео. Если же в теплоносителе будет шлам, то этот шлам будет бомбардировать постоянно стенки этого алюминиевого радиатора. Взбивать оксидную пленку и таким образом не будет давать образоваться новой оксидной пленки. И радиатор точно так же прокорродирует насквозь. Кроме этого в системах с алюминиевыми радиаторами вы не должны в отопительный сезон, не в отопительный сезон, а в межотопительный сезон. Когда у вас летом система отопления выключена, вам нельзя закрывать оба крана на радиаторе. Это не важно квартира, либо это частный дом. Если вы хотите перекрыть радиатор, перекрывается всего лишь один кран всегда. А один кран всегда должен быть открыт. В общем если вы перекроете оба краника, то в процессе естественно выделения водорода внутри этого радиатора давление внутри возрастет. Если будут два краника закрыты, то давление будет просто некуда деться и радиатор разорвет. То есть он взорвется среди ночи пока вы спите. Ничего страшного не произойдет, стенка не упадет, но содержимое радиатора вылится на пол. Вы будете искать новый радиатор и мастера, который вам поставит этот новый радиатор вместо того, который только что бахнул. Поэтому закрывать только один кран или не закрывать вовсе. Что касается срока службы алюминиевых радиаторов, то я могу сказать так, что я вообще не любитель алюминиевых радиаторов на центральных системах отопления. Но в моей практике есть случаи, когда радиатор, не случай, а вот прям нет случаев, чтобы алюминиевый радиатор потек. То есть радиатор работает более 10 лет алюминиевый на центральных системах отопления. И вероятно это благодаря тому, что с параметрами теплоносителя все в порядке. Тем более современные алюминиевые радиаторы имеют такое рабочее давление, которое есть не в каждой системе. Это не призыв к тому, чтобы ставить алюминиевые радиаторы на центральную систему отопления. Я просто сказал как факт. Если вы уверены в том, что с теплоносителем и с давлением температура всё в порядке, значит ставьте. Если вы не уверены, значит не ставьте. Поэтому алюминиевый радиатор можно поставить в загородный дом. Обратите внимание, что алюминиевые радиаторы также бывают разной высоты, длины и глубины. Наиболее востребованными на рынке являются алюминиевые радиаторы с межосевым расстоянием 350 и 500 мм. И именно их можно встретить в магазинах в наличии. Глубина алюминиевых радиаторов Stout Vega 90 мм, Stout Bravo 80 мм. Длина от 320 до 1120 мм. Теперь про биметаллические радиаторы. Если человек не подготовлен, то он по внешнему виду сразу и не различит, чем отличается биметалл от алюминия. Внешне они очень похожи. Более подробно, чем эти два радиатора различаются между собой я сделаю отдельное видео. Сейчас я расскажу коротко. По большому счету это такой же алюминиевый радиатор. За одним лишь исключением, что внутри этого радиатора имеется стальной сердечник. Благодаря тому, что внутренняя часть этого радиатора сделана из стали, такие радиаторы способны работать при давлении 35 бар. А давление на разрыв их превышает даже 100 бар. Из-за этого подобные радиаторы можно ставить во все системы центрального отопления без разбора. Но правда, если в вашей системе 100 бар, то надо подумать, какой радиатор поставить. Лично я в своей практике не встречал системы отопления, где давление превышало бы 12 бар. Биметаллический радиатор не сложно отличить от алюминиевого. Для этого надо посмотреть на боковую секцию. У алюминиевого радиатора всегда будет стенка, канал по которому идет теплоноситель большим, у биметаллического он будет маленьким. Из-за того, что стенка маленькая, то есть канал по которому проходит теплоноситель маленький, то такие радиаторы не применимы в гравитационных системах отопления. То есть там, где теплоноситель движется самотеком, то там такой радиатор лучше не применять. Биметаллические радиаторы таких типов могут быть цельнометаллическими, а могут быть и секционными. Преимущество цельнометаллических заключается в том, что они не собираются и между секциями потенциально не образуется течь. Но в своей практике я ни разу не встречал ситуации, где радиатор секционный потек бы между секциями. За исключением совсем уж старых, например, чугунных либо каких-то совсем дешевых радиаторов. Если же вы беспокоитесь за это и хотите, чтобы максимально надежная система была, то выбирайте цельнометаллические, биметаллические радиаторы. Если вы за это не беспокоитесь, то выбирайте биметаллические секционные. Потому что если у вас секционный радиатор, то вы можете добавить количество секций или убавить количество секций, если в этом будет необходимость. Такая необходимость была в одном из роликов, который я делал ранее. Когда раньше были установлены радиаторы на конкретное количество секций и их оказалось мало. И мы что сделали? Мы докупили еще один радиатор, один разобрали и добавили еще на 3. Получается, что если бы у нас были цельнометаллические радиаторы, то нам пришлось бы поменять все три радиатора. А так мы просто раскрутили, докрутили, добавили. Всё сейчас исправно работает и сэкономили немножечко деньжат. Также есть мнение, что в системах отопления, в центральных, возможен гидроудар. И именно из этого люди рекомендуют, выбирайте обязательно биметаллические радиаторы. Так вот, возникновение гидроудара в системе отопления в загородном доме равняется нулю. А возникновение гидравлического удара в центральной системе отопления, ну, равняется вероятностью возникновения шаровой молнии. То есть, как бы может быть, а может и не быть. Почему я так говорю? Потому что в моей практике был один случай, когда не очень трезвый сантехник пошёл запускать систему отопления. Он пошёл с задвижкой 150-е. Краны шаровые. Их же надо по чуть-чуть. Когда раньше были задвижки, ты крутишь её, крутишь понемножечку. Она открывает, открывает и система наполняется. А шаровой задвижкой или шаровый кран как? Ты просто открываешь его и всё. Надо же его понемножечку открывать. Он пришёл раз в одну и раз в другую и всё. И водичка побежала по трубочкам, по этим магистралям и где-то она на чердаке встретилась. Обратка с подачи. Повезло, что ни у кого в квартире ничего не выдрало. А вот на чердаке трубочки-то разворотило нормально. Мы там так воду вычерпывали, так и отдельная история. Stout Style, Style Plus, Style Extra это полностью биметаллические радиаторы, которые имеют не только вертикальный стальной сердечник для увеличения прочности. Внутри он полностью из стали. А значит исключён контакт теплоносителя с алюминием. Производятся данные биметаллические радиаторы в Италии. Гарантия 10 лет, а срок службы 25 лет. И последний тип радиаторов это панельные радиаторы. Рабочее давление таких радиаторов составляет 10 бар. Это означает, что не во все многоквартирные дома можно установить панельные радиаторы. Конструкция этих радиаторов весьма проста. И в зависимости от типа исполнения такие радиаторы естественно имеют разную производительность по тепловой мощности. Например, самая популярная серия 22 выглядит вот так. Это уже не секция, а панель. Размерность панели могут быть высота 300, 400, 500, 600 и 900 миллиметров. Длина от 400 до 3000 миллиметров. 22 означает, что в радиаторе есть 2 панели и 2 ребрения для конвекции. Смотрите, вот эта панель, по которой идёт теплоноситель и эта панель отдаёт тепло преимущественно излучением. Естественно воздух, который проходит рядом с панелью тоже снимается. То есть конвекция тоже происходит. Но эта панель отдаёт тепло излучением. А внутри есть вот это орибрение. Вот эта решёточка это и есть конвективные ребра. То есть воздух, проходящий через эти ребра снимает тепло с радиатора. И это опять-таки получается и конвектор и излучатель в одном флаконе. 12 тип это 2 панели и одно орибрение для конвекции. 11 тип это одна панель и одна пластина орибрения. 10 тип это только панель без орибрения для конвекции. Но есть ещё и 33 тип с монтажной глубиной 155 миллиметров. Где в одном радиаторе есть 3 панели и 3 орибрения для конвекции. В комплекте уже имеется крепеж для монтажа радиатора на стену. В зависимости от того какой стороной установить данный крепеж можно получить разное расстояние между стеной и радиатором. 30 или 50 миллиметров. Такие радиаторы отдают тепло мне кажется преимущественно излучением и остальную часть они отдают конвекции. Излучением потому что вот эта передняя панель она всё-таки излучает в инфракрасном спектре вот это вот своё тепло. А конвекция происходит уже за счёт того что с задней панели снимается и с ребер которые находятся вот это орибрение между панелями. Кроме этого например компания Керми предлагает технологию когда теплоноситель заходит сначала в переднюю панель чтобы максимально горячий теплоноситель был в передней панели а дальше он уходил уже в заднюю панель. Таким образом большее излучение уходит с передней панели а дальше снимается дело конвекции. Я часто встречаю ситуацию когда люди покупая новую квартиру видят такие радиаторы у себя в квартирах и говорят что они фиговые давайте их менять на другие. Мне эти радиаторы нравятся и сказать что они фиговые я бы так не говорил. Разве что эти радиаторы будут стоять какого-то неизвестного производителя может быть или эти радиаторы не соответствуют давлению. Хотя если проектировщик установил в квартиру такой радиатор то наверняка и система соответствует этим радиатором или наоборот. Радиатор соответствует этой системе. Я Женя попросил рассказать историю о том как люди часто хотят заменить радиатор от застройщика. Вот недавний пример от тебя пожалуйста. Месяц назад позвонил человек говорит срочно завтра нужно поменять мне 4 радиатора установленные были застройщиком. Я говорю а почему ну что какая причина так как застройщик наверное хорошего не поставит. Но когда он мне назвал имя радиаторов я просто был шокирован как люди принимают такие решения. То есть не все плохо то что стоит застройщик наверняка это все рассчитывается просчитывается и если вы видите что у вас стоит стальной панельный радиатор. Это не говорит о том установленной застройщиком что нужно его завтра поменять или послезавтра. Мною было предложено просто заменить запорную арматуру более качественно. Потому что запорная арматура стояла такая себе какая-то кислая такая арматура и есть лучше. Спасибо. На мой взгляд недостаток у этих радиаторов есть только один. Эти радиаторы нельзя монтировать в открытой системе отопления. То есть наличие кислорода в теплоносителе для таких радиаторов это смерть. Коррозионная. Итак выводы. Радиатор в любое помещение или строение подбирается с учетом тепловой мощности этих радиаторов и параметров системы. Если говорить грубо и не вдаваться в мельчайшие подробности то в гравитационные системы отопления которые открытые в которых есть в теплоносителе кислород можно устанавливать радиаторы трубчатые если у них есть внутреннее покрытие защищающее от кислорода. Можно устанавливать алюминиевые. Можно устанавливать регистры и можно устанавливать чугунные радиаторы. Биметаллический радиатор устанавливать туда не надо потому что там скорость теплоносителя очень низкая и они могут не работать должным образом. Звук немножечко сейчас поменяется, потому что начался ветер. Ветер. Мне придется микрофон спрятать вниз. Я спрятал микрофон. Звук будет немножечко глухим. А за счет того, что он будет глухим, мне придется подшаманить высокие частоты. Поэтому, ребят, не обижайтесь, что звук поменялся. А вот если вы можете выяснить параметры вашей системы, то есть вы знаете какое там давление, какой состав, pH и температура, то в этом случае вы можете поставить все, что угодно. Можете поставить чугунный. Чугунный так можно где угодно. Если бы давление соответствует. Вы можете поставить чугунные. Трубчатые. Можете поставить алюминиевые. Естественно биметалличесые. Если у вас частный дом то вы можете установить вообще любой радиатор. Правда установка биметаллических радиаторов может быть ничем не оправдана. Немножко про расчеты. Но независимо от того, какой тип отопительного прибора вы выберете, остается одна очень важная задача. Правильно посчитать количество и мощность каждого отопительного прибора. И на текущий момент нет другого решения, кроме как правильный и точный инженерный расчет. Но так как люди часто хотят универсальную таблетку, я вам предложу формулу, которую предложил Кузнецов Антон. Здесь не нужно выяснять, почему просто есть формула и по ней примерно можно посчитать. Выглядит она следующим образом. S помноженное на H и помноженное на K. S это площадь помещения. H это высота помещения. K это теплопотери на 1 кубический метр. K это некие усредненные данные для облегчения расчетов. Где K может равняться 40, 45 или 50 в зависимости от качества утепления здания. Представим себе помещение, в котором всегда будет одна уличная стена. Назовем ее холодной. Если там есть еще одна холодная стена, пол или чердак, надо добавить по 5 к значению K. То есть если у нас нормальное утепление, но 2 холодных стены, то это 40 плюс 5. Для того чтобы воспользоваться расчетом, вы можете это сделать самостоятельно с помощью формулы, которую вы видели на экране. Либо воспользоваться нашим калькулятором, куда мы уже забили эту формулу. Площадь помещения 38 квадратных метров. Высота потолков 2,85. Дом построен хорошо, поэтому возьму коэффициент 40 плюс 5. Потому что у нас 2 холодные стены. В итоге получается результат почти 4,9 кВт. Смотрим паспортные данные изделия конкретного радиатора и выбираем необходимое количество секций. В моем случае мне понадобится на это помещение 28 секций. И еще раз ребята, очень важно. Вы можете посчитать теплопотери с помощью этой формулы лишь примерно. И только в том случае, если высота потолков будет не выше 3 метров, а температура подачи теплоносителя будет составлять не ниже 70 градусов. Если это будет больше чем 3 метра и температура теплоносителя ниже, все нужно пересчитать, но уже не по этой формуле. Если вы воспользуетесь таким способом подсчета, то наличие терморегулятора в вашей системе на каждом радиаторе обязательно. Для более точных расчетов используйте онлайн сервисы либо формулы, которые предлагают производители или продавцы радиаторов. Но там формулки гораздо сложнее. А если вы хотите посчитать еще точнее, то вы можете воспользоваться, например, онлайн сервисом с проектируй РФ. Посчитать тоже по упрощенному либо забить все параметры вашего строения. Либо воспользоваться программой теплотехнических расчетов от компании Валтек. Но и хочу предупредить, что для обывателя это будет не просто рассчитать таким способом количество радиаторов на ваш дом или на ваше помещение. Но если же вы хотите соблюсти баланс между стоимостью и содержанием этой системы, то в этом случае вам необходимо посмотреть в технической документации строения теплопотери каждого помещения и уже в соответствии с температурой вашего вашей системы и температурой теплоносителя подобрать радиаторы. Либо лучше всего конечно же обратиться к проектировщику, который все это дело вам посчитает. Надеюсь из этого видео вы поняли, что конвектор воздух не сушит. А если он и сушит воздух, то ровно также как и любой другой радиатор. Все эти отопительные приборы просто нагревают воздух в помещении. Но конвектор это делает быстрее. Предположим себе абстрактный пример, которого скорее всего не существует. У нас есть помещение, а на улице минус холодно. И мы решили быстренько нагреть это помещение. Если мы помещение будем нагревать излучателями, например теплым полом или радиаторами. Предположим, что можно вот так вот включить и у нас сразу же как лампочка теплый пол плюс 30, а радиаторы излучателя, например, плюс 75. В этом случае мы уже будем чувствовать тепло от излучателя несмотря на то, что воздух еще холодный. Но так как он холодный, он сжат и в нем нормальная влажность для данной температуры. Мы не ощущаем, что этот воздух сухой. И пока воздух медленно нагревается, мы пошли вскипятили чайник, приготовили кушать. Может быть в этой холодильнике мы уже помылись в душе. Воздух постепенно насыщается влагой. В этом случае воздух нам не будет казаться сухим. Если же мы это помещение решим нагреть конвектором, то конвектор очень быстро нагревает воздух. Но пока он не нагреет воздух, мы будем ощущать холод. То, что нам холодно в этом помещении. Скорее всего мы не пойдем мыться от этого холода. Но чайник мы, например, согреем. И предположим, что конвектор согревает то помещение, где у нас нет ни еду мы не приготовим, ни помоемся, ни чайник не приготовим, ни согреем ничего. То есть неоткуда браться влаги. В этом случае мы будем чувствовать, что воздух сухой. Потому что он изначально был сухой. Нагрелся, расширился, а влаги там взяться неоткуда. И вот здесь может возникнуть ощущение, что вроде бы конвектор сушит воздух. Но если мы поставим их в равные ситуации, когда у нас и теплый пол, и радиатор, и излучатель, и конвектор одинаково нагревают помещение, но у нас неоткуда взяться влаги, то здесь воздух будет одинаково сухим до тех пор, пока мы его не увлажним. Поэтому говорить, что конвектор сушит воздух это как минимум неправильно. И где вы в жизни видели примеры, чтобы вот так вот взять, настиж открыть окно на улице минус 30, мы открыли и сделали дома минус 30 и нам нужно быстро нагреть помещение. Такого же не бывает. Такое бывает только если это промышленные какие-то здания, помещения. Заезжают-выезжают в машины или заходят постоянно люди и там стоит огромный конвектор, тепловая завеса, которая нагнетает, восполняет теплопотери. Ну да, там воздух может быть суховатым. Но в реальной жизни, в жилых помещениях такого не бывает. Так вот, чтобы выбрать отопительный прибор нужно понимать, как вы будете эксплуатировать ваше помещение. Так вот, если у вас загородный дом и вы постоянно поддерживаете нужную температуру в вашем доме или в помещении, то абсолютно нет разницы, чем вы будете нагревать ваш дом. Конвектором, радиатором как излучателем или конвективно-радиационным отопительным прибором. Даже если тёплым полом всё равно. Есть разница в комфорте, но в общей массе, если говорить о сухости воздуха, нет разницы, чем вы будете нагревать. Единственное, что в этом случае, если вы выбираете трубчатый радиатор, то с трубчатыми радиаторами они более красивые что ли. Это на любителей конечно тоже, но у них больше вариантов расцветки. У них разные формы. Они есть изогнутые, есть угловые всякие разные. И за ними проще ухаживать. За счёт того, что они тепло отдают преимущественно излучениям, то на вашей отделке не будет оставаться разводов пыли от конвекции. Потому что от конвектора либо от конвективно-радиационного, если много пыли в помещении производственном каком-то, то по любому на отделке останутся следы от конвекции. С трубчатыми такого не будет. Если же в вашем помещении есть тёплые полы, то устанавливать трубчатые радиаторы или красивые чугунные, которые отдают тепло излучению смысла особого нету. Потому что у вас излучатель уже есть. Это тёплый пол. Если же ваше помещение отапливается тёплым полом, предположим, и вы хотите ещё установить радиаторы под окна, то в этом случае есть смысл выбрать конвективно-радиационный радиатор. Например, это алюминиевые либо стальные панельные. Выбирать биметаллические смысла нет. Это просто переплачивать. И то же самое можно сказать про трубчатые радиаторы. Конечно, если есть деньги, то в качестве дизайна для красоты можно поставить трубчатые. Если же вы в вашем доме бываете только наездами. Например, всю зиму вы поддерживаете температуру плюс 12, а туда приезжаете периодически, и вам со смартфона нужно отправить команду в систему умный дом для того, чтобы нагреть ваше помещение, то здесь конечно же выиграют конвекторы. Либо радиаторы конвективно-радиационные. Если же вам нужно выбрать радиаторы в многоквартирный дом, то в этом случае либо выбирайте биметаллические, чтобы не разбираться, либо если вы точно знаете параметры вашей системы и параметры теплоносителя, то ставьте любые тоже радиаторы, которые подойдут под параметры вашей системы. Я надеюсь, что помог вам разобраться в выборе радиаторов и вы отсюда извлекли какую-то пользу. На этом всё. С вами был Артём. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова